Новая жизнь подальше от войны. Михаил Борисенко потерял родителей во время обстрела Авдеевки. Теперь 19-летний парень учится жить без них. Ринат Ахметов подарил детям погибших в тот день квартиры в безопасном городе, где они смогут начать новую жизнь. Историю продолжит Инна Желенко. Во дворе этого дома в Авдеевке повсюду цветы. 13 мая прямым попаданием снаряда унесло жизни четверых людей. Их не было целых. Куски были. Слаживали в гробы куски. Михаил Борисенко потерял сразу обоих родителей. За минуту до трагедии он разговаривал по телефону с мамой. Ее последние слова не забудет никогда. Старайся, пожалуйста, учиться. Мы над тебя надеемся. Ты у нас единственная семья. Я живу ради этого сейчас. К себе Мишу забрала родная тетя. В квартире родителей он находиться не может. Все о боли, о боли, все напоминает, понимать, это очень тяжело. Потериться за двоих – это очень тяжело. Отец парня Олег Борисенко был сотрудником Авдеевского коксахима. На месте трагедии его опознали по рабочему пропуску. На заводе трудилась и другая погибшая в тот день женщина – Мария Дьякая. Подарить осиротевшим детям квартиры в Покровске принял решение Ренат Ахметов. У этих детей случилось несчастье в один день. Четырехлетняя Александра потеряла маму, а Михаил потерял родителей. И личной инициативой Рената Ахметова было подарить квартиры в безопасном городе, в безопасном районе, вдалеке от войны, чтобы они могли продолжить мирную жизнь на мирной территории. В начале июня родственникам детей вручили сертификаты на жилье. А уже сегодня Михаил получил ключи от квартиры, в которой сможет начать новую жизнь. У меня есть где остановиться подальше от войны. Можно сказать, что это фундамент для будущей жизни. По программе «Адресная помощь» поддержку оказали более 51 тысячи человек. В фокусе благотворительной деятельности Рената Ахметова всегда были дети. Не оставили без внимания и здоровья Михаила. Парень страдает от эпилепсии. С лекарствами мне помог Ренат Ахметов. Он мне на год обеспечил ими. Если я не буду пить в течение пару дней эти лекарства, то у меня начнутся приступы чуть ли не каждый день. Родителей Миша уже не вернуть. Но благодаря поддержке близких и небезразличных людей, пережить утрату ему легче. Ренат Леонидович хороший человек. Он не бросает в беде таких людей, как я, Саша, девочка, потерявшая свою мать. Я благодарен ему очень сильно. Инна Желенко, Ростислав Сысоев, Евгений Якунин, Владимир Конопля. Для телеканала «Донбасс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова